Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что Всевышний сказал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подкинешь, это чем будет являться? Это будет наговариванием над Хевышним Аллах, то, чего ты не знаешь. Говорит, а если так, то что ты скажешь о том человеке, который из двух возможных смыслов выбирает слабый смысл и оставляет тот смысл, на который указывает довод. То есть прямой смысл является сильным смыслом, а второстепенный смысл является слабым смыслом, на который нельзя переходить, кроме как с доводом, так или нет. То есть смотри, он из этих двух смыслов выбирает слабый и откидывает сильный, без всякого довода. Что хуже, первый или второй? Второй вот этот, который откидывает сильный смысл и выбирает слабый, хуже, чем тот, который откидывает один равный смысл и выбирает второй равный смысл. То есть говорит, если первое запрещено, то второе, что ты скажешь об этом, второе тем более запрещено. Говорит, не скажу заде, каставу льву тааля ли иблид. Пример этого, слова Всевышнего Аллаха, которыми он обратился, киблису, то есть шайтану, так? Говорит, что запретило тебе или что не позволило тебе совершить земной поклон тому, которого я создал своими двумя руками. То есть кому? Адаму, алейхсалам. Адам, алейхсалам, и Высший Аллах, создал его двумя своими руками. Говорит, 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 этот человек и уводит этот аят его прямого смысла. И говорит, лам юрит билиадейн аль ядейн аль хатит и адейн, ва инна ма арада каза ваказа. Всевышний Аллах не имеет в виду здесь две настоящие руки, но имеет в виду то-то и то-то. Видишь, увел в прямого смысла на какой? На другой смысл, на слабый, второстепенный смысл. Ульнала, мы ему скажем, мазалилюка аля мана фейд. Какой у тебя довод? Какой у тебя довод тому, что ты отрицаешь? Что он отрицает? Отрицает то, что в этом аяте имеет в виду две настоящие руки. Мы говорим, какой у тебя довод на это? Потому что здесь две руки не имеются в виду. Он тебе что скажет? Если мы скажем две руки, значит, они подобны творению. Скажем, это у тебя шубга, это не довод. Это у тебя сомнение, которое в твоей больной голове. Но это не шариатский довод, который разрешает тебе уводить в прямого смысла этот аят на второстепенный смысл. Говорит, лама дали люка аля на азбатца. И второй вопрос мы ему зададим. Какой у тебя довод на то, что ты утвердил? А что он утвердил? Говорит, смысл этого не такой, а такой-то. То есть, что здесь имеется в виду щедрость или мощь. Я создал Адама своими двумя мощами, так? Мы говорим, какой у тебя довод на то, что ты установил? А если же он такого не сделает, то он из тех, которые наговаривают на Всевышнего Аллаха без знания в своем отрицании и в своем утверждении. Видишь, в данном случае этот ашарит, например, что сделал? Что-то отрицал и что-то утвердил. Отрицал прямой смысл и утвердил слабый смысл. И свое утверждение и свое отрицание он не строит на каком-то шариатском доводе. Поэтому в обоих случаях он является тем, который наговаривает на Аллаха без знаний. Это разрешается или нет? Это не разрешается. Говорит Аль-Ваджгур-Раби, четвертая сторона или четвертый довод, почему мазхаб аннулирующих является ложным. Говорит, то, что этот мазхаб, мазхаб аннулирование, и уведение контекста системного смысла на слабый, второстепенный смысл является противоречием тому, на чем был пророк, а а так же сподвижники, а так же остальные праведные предки этой общины, а так же противоречат тому, на чем были имамы этой общины. То есть имама не делали, пророк заказов welis'a такого не делала, сподвижники такого не делали. Они оставляли контекст в их прямом смысле. А раз ваше действие является противоречищем пророку, сподвижникам, Табиином и имамам, оно чем будет? Ваш мозгаб будет ложным, так как все что противоречит пониманию салифов является таким ложным. Почему? Потому что если мы скажем, что ваш мозгаб правильный, отсюда вытекает, что мозгаб пророка и подвижников неправильный. А это является чем? Сложным. Говорит, потому что истина без сомнения в том, на чем были пророки и подвижники, а также правильные предки этой общины и имамы этой общины. Пятый довод. Мы скажем этому аннулирующему. То есть, например, ашариту или матуридиту мы скажем, кто лучше знает про Аллаха, ты или сам Всевышний Аллах? Он скажет, нет. То есть, я лучше не знаю, чем Аллах о тебе знает. Тогда мы ему скажем, то, что Всевышний Аллах сообщил о тебе, является ли правдой и истиной. Он скажет, да, является правдой и истиной. Почему эти ответы он скажет, брат? Потому что если он скажет, нет, кафер он станет. Говорит, дальше мы ему скажем, знаешь ли ты какую-то речь, которая была бы более ясной и красновечивой, чем речь Всевышнего Аллаха? Если я говорю, ля, он скажет, нет, никто не может выразиться более красновечивой, чем Всевышний Аллах. Говорит, что мы ему скажем, тогда мы ему скажем, думаешь ли ты, или неужели ты предполагаешь, что Всевышний Аллах желал скрыть истину от творений и желал их заблудить? Во всех этих контекстах. И сделать так, чтобы люди сами своим разумом пытались понять, что имеется в виду в этих аятах. Тогда он скажет, нет. Почему он скажет, нет? Потому что он скажет, да, тот опять станет неверующим. Это то, что необходимо, эти те вопросы, которые нужно ему задать, исходя из того, что встречается в Коране. Этим сам ты что делаешь? Ты заводишь его в тупик, из которого он выйти не может. Потому что либо он соглашается с тобой, либо отказывается от соглашения с тобой и становится неверующим. Понятно ли? А если он соглашается с тобой, он приходит к выводу о том, что он обязан признать прямой смысл этих контекстов. И утвердить Всевышнему Аллаху две руки, которые неподобны рукам творений. Или лик, который неподобен лику творений. И тому подобное. Ясно или нет? Говорит, И похожие вопросы задаются ему относительно того, что пришло в Сунни. Ему говорится, Неужели ты хочешь сказать, что ты знаешь лучше про Всевышнего Аллаха, чем его посланник? Он скажет, нет. Посланник Аллаха знает про Аллаха лучше, чем я. Тогда мы ему скажем То, что посланник Аллаха сообщил про Аллаха, является правдой истиной или нет? Сунни нам скажет, да, правда и истина. То есть, смотри, пророк сказал, что сказал, наш Господь не сходит на ближайшее небо в каждую третью часть ночи. Ты говоришь, нет, нет, не сходит. Нет, нет, Всевышний Аллах не сходит. Скажем, кто лучше знает, посланник Аллах или ты про Аллах? Скажет, посланник Аллах. Мы скажем, хорошо, то, что посланник Аллах сообщил про Всевышнего Аллаха, правда или неправда? Скажет, правда. Если скажет неправда, что? Каждым станет. Обвинит посланник Аллах во лжи на Всевышнего Аллаха. Так или нет? Говорит дальше, А потом мы ему скажем, Знаешь ли ты, кого-либо из людей, который более красноречивый и более ясно выражался, чем пророк, он скажет нет. То есть смотри, этот Ашариф что хочет сказать? Не-не-не, пророк, здесь хотел сказать, что не сам Всевышний спускается, а спускается его щедрость, или спускается его милость, или спускается его ангел. Скажем хорошо, пророк, салаллах салаллах, умел красноречивый выразить то, что он хотел сказать. Нормальным, ясным образом мог красноречивый выразить правильно то, что он хотел сказать. Мог. Он же мог сказать, каждую треть ночи нисходит на последнее или на ближнее небо милость Всевышнего Аллаха. Мог так сказать? Мог сказать. Мог сказать, нисходит ангел от Всевышнего Аллаха. Мог так сказать? Мог так сказать. Неужели ты можешь сказать так, а пророк так не мог сказать? Вместе с тем, что ты слабый в арабском языке, А пророк, салаллах салам, был самым крестом лечим в арабском языке. Мог сказать. Но тогда что получается? Пророк, салаллах салам, зачем тогда сказал? Спускается наш Господь. Он же мог сказать, спускается милость. Зачем он сказал, спускается наш Господь? Говорим дальше. Тогда мы ему скажем. Тогда мы ему скажем. Знаешь ли ты кого-либо из людей, который желал добра мусульманам больше, чем пророк, салаллах салам? Он скажет нет. То есть, брат пророк, салаллах салам, когда эти слова произносил, добрал, желал людям, желал им прямого пути, или заблудить их, наоборот, хотел. То есть, все люди нормальные, что понимают, спускаются наш Господь. Все. Значит, Аллах салаллах салам не сходит на ближнее небо. Правильно ли? Это то, что понимает каждый нормальный человек из этого контекста. То есть, если ты хочешь сказать, что этот контекст нужно понимать не в прямом смысле, а переносном, значит, пророк, салаллах салам, хотел заблудить людей, если с тем, что имел возможность, нормально, ясно выразиться. Так или нет? Дальше. Тогда мы ему скажем, если ты все это подтверждаешь, то почему у тебя нет той смелости, чтобы подтвердить Всевышнему Аллау то, что Он подтвердил самому тебе? То есть, брат, почему ты? Где твоя смелость? Подтверди то, что Аллах тебе подтвердил, так же, как Он это подтвердил. Аллах говорит, у меня есть две руки. Ну, будь смелым и скажи, да, у Аллаха есть две руки, но не такие, как у творения. Что тебе мешает? Что тебе мешает утвердить это? Сам Аллах и сам Его Посланник утвердили это. Что тебе мешает? Говорит, что тебе мешает утвердить то, что утвердил сам Посланник Аллаха? И откуда взялась у тебя такая смелость, наоборот, отрицать это от Аллаха и приписывать Ему что-то другое? Сам Аллах это утверждает. Ты боишься это утвердить, у тебя не хватает на это смелости, но у тебя почему-то есть смелость, наоборот, это отрицать, вместе с тем, что Аллах это утвердил, и приписывать Аллаху что-то другое. Что сам Всевышний Аллах тебе не приписал. Говорит, И откуда у тебя взялась эта смелость переводить плова Всевышнего Аллаха с его прямого смысла на другой смысл, который противоречит прямому смыслу? И что говорит, что? Неужели тебе плохо станет или что тебе навредит, если ты утвердишь Всевышним Аллаху то, что сам он утвердил самому себе в Куране, и утвердил ему его пророк, так как это надлежит Всевышним Аллаху? То есть что тебе? Неужели тебе от этого что-то навредит, если ты это утвердишь? Если ты утвердишь и будешь отрицать то, что утверждается и отрицается в Куране и Сунне. Неужели это не безопаснее для тебя и не более правильным ответом, если тебя в Судный день спросят, что вы ответили посланникам? В Судный день ты придешь к Аллаху и тебя спросят, что ты ответил посланник Аллаху? Что ты скажешь? Скажешь, я утверждал Аллаху две руки, такие как надлежит его величию. Если Всевышний скажет, у меня нет двух рук, как ты мог это утверждать? Что ты можешь ответить? Ты сам это утвердил, и посланник Аллаху, и твой посланник это утвердил, и я последовал за тобой, а также с твоими посланниками тоже утвердил то, что ты утверждал. Поэтому я нахожусь в безопасности, я не сделал ничего, что противоречило Курану и Сунне. Но я наоборот следовал за этим. Понятно ли нет? Поэтому это более безопасный для тебя в Судный день, когда тебя спросят Маза Аджапсу в Муртави, что вы ответили посланникам. А что касается тебя, Ашарита или Матуридита, то ты придешь в Судный день, и Всевышний скажет тебе, как ты мог отрискать от меня две руки, в то время как я сам это утверждал. Что ты скажешь? Вот мой больной разум мне подсказал. Аллаху, а что тебе скажет? А не больно или что? Ты обязан был следовать за тем, что я утверждал, и за тем, что я тебе подсказал, и подсказал тебе посланник Аллаху, чем следует за твоим больным разумом. Поэтому, что говорит, тебе более безопасно утвердить то, что утвердил Аллах, его посланник, и отрисать то, что отрисал Аллах, его посланник, вместо того, чтобы заниматься тем, на что у тебя нет довода. Говорит, Разве ты, говорит, не понимаешь, что то, что ты уводишь эти контексты с их прямого смысла и придаешь им какой-то другой смысл, неужели ты не понимаешь, что этим-то ставишь тебя в опасность? Ведь возможно, что смысл, смысл, даже если мы скажем, что здесь имеется в виду непрямой смысл, будет другой, не тот, который ты утвердил. То есть, смотри, он говорит, ладно, здесь не имеет в виду прямой смысл. Мы скажем, ну хорошо, мы с тобой согласимся, здесь не имеет в виду прямой смысл. Но тогда, какой смысл здесь имеет в виду? Он говорит, щедрый, под руками имеет в виду щедрость. Мы говорим, какой у тебя довод? Довода нет. Мы говорим, а почему тогда, Да, может быть, не щедрость имеется в виду, а мощь. Он говорит, может быть, мощь. Он говорит, может быть такое, что ты утверждаешь смысл, а на самом деле у него другой смысл. Или еще даже не этот и не этот, а какой-то третий смысл. Может быть такое или нет? Может быть. То есть ты тебя вставишь в опасность, что ты утверждаешь самому Всевышнему Аллаху то, что, возможно, является неправильным, без довода. Понятно или нет? И, возможно, правильным является второе мнение, или третье мнение, или четвертое ваше мнение, там, Ашарита. У вас там полно мнений, так или нет? Почему ты выбираешь именно это мнение, а не второе. Ясно? И не третье. То есть ты ставишь тебя этим самым мухатора, то есть в опасность. И Аль-Вадж-Усадис, и шестое, шестой довод на ложность этого третьего Мазхаба. Сиевтал Мазхаб Ахжута Апыль. Анну яльзим алей и лавазим баатля. То, что из этого Мазхаба вытекают различные ложные последствия. Лабутлан аль-Лазим ядунну аля бутлан аль-Мальзум. А ложность последствий указывает на ложность его основы. Это мы говорим правильно или нет? Это правило правильное. Но с условием, что лазим, то есть последствия являются правильно установлены. Последствия являются правильно установлены. Помните или нет? И сейчас Шейх Ибн Усаймин будет перечислять те ложные последствия, которые вытекают из этого третьего Мазхаба. Говорит, что эти аннулирующие, почему переводят явные контексты Кур'ана и Сунны с их прямого смысла на их переносный смысл? Только потому, что они имеют убеждение, что прямой смысл, прямой смысл, его утверждение приведет к тому, что Всевышний подобен к Творению. То есть они что хотят сказать? Смотри, сами же они утверждают, что уподобление Аллаха и его творением является чем? Куфром, является неверимым. Вместе с этим они сами говорят, что прямой смысл Кур'ана и Сунны в этих аятах и хадисах, то есть относительно атрибутов, является чем? Уподоблением. То есть из этого что получается? Что утверждают, что прямой смысл Кур'ана и Сунны является чем? Куфром. Сами же они утверждают, что прямой смысл Кур'ана, этих аятов является неверием. И поэтому нужно что? Понимать эти аяты не в прямом смысле, а переносным смыслом. Понятно или нет? То есть это ложные последствия или неложные последствия? Это очень ложные последствия, так или нет? Почему? Потому что оно приводит к тому, что Всевышний Аллах, прямой смысл его слов является неверимым. И то, что он не спасал людям, и то, что люди прямо понимают, что Кур'ана и Сунны приводят их к чему? К неверию, вместо того, что приводить их к прямому пути. Брат, и из этого утверждение они никуда не могут убежать. Они не могут сбежать из этого, потому что на этом строится весь их мазгаб. Говорит Вместе с тем, что уподобление Всевышнего Аллах творением является неверимым. Почему не верим? Потому что в этом отрицание слов Всевышнего Аллах, лейхакамиснейшей, нет ничего подобного ему. Если ты скажешь, что Аллах подобен творением, то это неверие. Почему? Потому что этим сам ты объявляешь во лжи слова Всевышнего, нет ничего подобного ему. Говорит Сказал Нуайм ибнухаммад аль-Хузаи, сказал Нуайм ибнухаммад аль-Хузаи, ахад на шаих аль-Бухари, один из шейхов, имама аль-Бухари. О нем мы уже рассказывали ранее, так или нет? Так вот, он сказал Маншаббал Аллах дихалкии фахад кафара Тот, который уподобит Всевышнего Аллаха творением, стал неверным. Ваманджахадам аласафа Аллаху бигинасау фахад кафара А тот, который будет отрицать то, чем описал сам себя Всевышний Аллах, тоже стал неверным. То есть смотри, аят, место комиссии и шейхи, нет ничего подобного ему, волос самимет бактерион, слыша и видишься. Кто, говорит, будет отрицать первую часть аята, тот неверный. А тот, кто будет отрицать вторую часть аята, тоже будет кем? Неверный. Тот, кто отрицает то, что нужно утверждать, неверный. Тот, кто утверждает то, что нужно отрицать, тоже неверный. Говорит, И тот, чем описал себя Всевышний Аллах, и так же то, чем описал Всевышний Аллах, посланник Аллаха, не является уподоблением. На этом закончены слова шейха имама Аль-Бухари, ну аима Аль-Нухаммада Аль-Хузаи. Говорит, И каждому, говорит, известно, что одной из самых ложных ложностей является то, чтобы говорить, что прямой смысл слова Аллаха и его посланника является уподоблением и неверием. Или приводит к этому. Или приводит к этому. Это является одной из самых ложных ложностей. Второй ложный вывод, который делается из слов или из мозгаба этого третьего. То, что книга Всевышнего Аллаха, которую Он не спослал, как разъяснение всяких вещей и прямой путь для людей, и как излечение того, что в грудях, и явным светом, и разделением между истиной и ложью, «Лам юбейни ллаху тааля фи, ма яджибу аля ла ла айбад, и атикадуу фиасна его сосадии». Непременно вытекает из их мозгаба то, что, несмотря на величие этой книги, Всевышний Аллах, спонаталя, не разъяснил в этой книге то, что является обязательным для рабов иметь убеждение относительно имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. «Брат, вот смотри, если я тебе говорю, я захожу домой, я захожу домой, что ты отсюда понимаешь, брат, что я захожу домой?» Я говорю, «Не-не, брат, ты меня неправильно понял. Я имел в виду, я выхожу из дома». Скажешь, «Ах, и ты или больной, или не можешь правильно выражаться, так или нет?» Ты мне говоришь, «Я захожу домой». Прямой смысл твоих слов, какой, что ты заходишь домой. А ты, оказывается, имеешь в виду, что ты выходишь из дома. Теперь скажи мне, моя фраза «Я захожу домой», вместе с тем, что я имею в виду, Я выхожу из дома Это что? Это прямой путь или заблуждение, брат? Заблуждение, так или нет? То есть я говорю одно, а имею ввиду противоположное Или я говорю Брат, встань, и ты встаешь Я говорю, не, не, брат, зачем ты встал? Ты же сам сказал, встань Да, брат, когда я говорю, встань, я имею ввиду, ложись Ах, если ты имеешь ввиду, ложись, так и скажи, ложись Зачем ты говоришь, встань, так или нет? То есть ты из моих слов что понимаешь? Прямой смысл моих слов Я тебе говорю, встань, ты встаешь Я тебе говорю, ложись, ты ложишься Ни один нормальный человек из слов человека не понимает противоположность его слов. Исходя из мазгаба, аннулирующих, что получается? Что Всевышний Аллах говорит одно, но имеет в виду противоположное. Всевышний говорит, что у меня есть две руки, на самом деле имеет в виду, что двух рук у него нет. Всевышний Аллах говорит, что он не сходит на ближнее небо, а на самом деле имеет в виду, что он никуда не сходит. Это нормальное явление или нет? Относится так к контекстам Курана и Сунны. Это ненормальное явление. Почему? Потому что, говорит, отсюда получится, что Всевышний Аллах не разъяснил людям те убеждения, которых они обязаны придерживаться относительно атрибутов и имен Всевышнего Аллаха. А наоборот, что привел их в заблуждение. Ясно? Говорит, Но оставил это на их разум. То есть, смотри, я говорю, встань, ты встаешь. Я говорю, нет, брат, я не имею в виду, встань. Хорошо, что ты тогда имеешь в виду? А вот это я тебе уже не скажу. То есть, сам догадайся. Ага, как я должен догадаться, что ты имеешь в виду, под словом встань. Может, ты имеешь в виду ложись, может, ты имеешь в виду садись, может, ты имеешь в виду выходи отсюда, может, ты имеешь в виду убегай, может, ты имеешь в виду уползай. Что угодно можешь иметь в виду, под словом встань. Если ты не имеешь в виду, под ним прямой смысл. Понятно или нет? Видишь, сами ашариты говорят, прямой смысл здесь не имеет в виду. Мы говорим, ну что тогда имеет в виду? А, это уже сам разбирайся, так как довода на это нет. То есть отсюда что получается? Что Всевышний Аллах не разъяснил нам прямой путь, но наоборот оставил нам прямой путь самим разбираться своей головой. Что прямой путь, а что не прямой путь. Что здесь имеет в виду, а что здесь не имеет в виду. Говорит, «Юзбиту на лилла майя шаун, воинкеру на мэна юридун». Утверждая Всевышнему Аллаху, что хотят, и отрицают от Всевышнего Аллаха, что не хотят. «Ла-да-ла-гра-бут-лан». И одно перечисление этого указывает на ложность этого. То есть представь, брат, я, передо мной 10 человек. 7 я им говорю, встаньте. Один садится, другой ложится, третий уходит, четвертый приходит, пятый уползает, шестой убегает, седьмой уходит. Почему вы так сделали? Ну ты же не имеешь в виду прямой смысл. Встань. Ну а почему ты сел, а ты, допустим, лег? Ну я понял так, а я понял так. То есть каждый понимает так, как ему угодно. Так или нет? Что я хочу сказать? То есть это является нормальным или ненормальным? Это является ненормальным даже в разговоре людей. То есть если я тебе скажу, встань, а ты ляжешь. Или представь, хозяин своему рабу говорит, принеси мне воды. Он приходит и приносит ему лопату. Зачем ты мне лопату принес? Я же тебе сказал, воды принеси. Ну я так подумал, что ты, наверное, не имеешь в виду прямой смысл, а ты имеешь в виду какой-то другой смысл. Ну а что же ты мне тогда лопату не принес? Принес бы ведро тогда. Ну я подумал, что ты, наверное, лопату от меня просишь. То есть это нормально будет или нет? То есть этот раб заслуживает от хозяина упрека и наказания за то, что он не выполняет явные его приказы. Заслуживает. А что ты скажешь относительно Всевышнего Аллаха, который приказывает своим рабам, своим творением? То есть, брат, этот их мазгаб, они с таким видом умным и с такими большими званиями, там, почетными. Шейх такой-то, великий шейх такой-то. То есть у них, брат, звания, которых ты в жизни не достигнешь этих званий. И у ученых Алисун на этих званиях по пальцам можно пересчитать, кто есть у нас. А у них что? Каждый второй у них шейх в ислам, каждый второй у них шейх он аквар, шейх самый великий и так далее, и так далее. Вместе с тем, что говорят такие смешные вещи, которые даже дети, что он над этим смеяться будет, не говоря уже о взрослых людей. И все это из-за чего? Из-за тяга шубугатов, которые у них есть в голове. Говорит с Алисом, третье ложное последствие, которое вытекает из их мазгаба. А на набии, салаллаху алисаляма, вахуласа агу, вахуласа агу, рашидина, ваатхабагу, ва саляфа аль-умма, ва имматага, кану кастрим, ау му кастрим. То, что пророк, салаллаху алисаляма, а также правители, ведомые правильным путем, а также сподвижники, а также саляфы этой уммы, а также имамы этой уммы, либо были кастрим, то есть джагилями, либо му кастрим, либо наоборот, знали истину, но не разъясняли ее людям. Фима арифати ватабин, маяджибу лилляхи тааламин ассифа. Относительно познания и разъяснения того, что является обязательным относительно Всевышнего Аллаха, в его атрибутах. Ау ямтани алий, ау яджуд. Или то, что является невозможным относительно Всевышнего Аллаха, или того, что разрешено относительно Всевышнего Аллаха. Как понять эти слова? То есть от сподвижников, от пророка саляфа, от имамов не пришло тех слов, которые говорят ашариты, иматуридиты и так далее. Раз этого не пришло, значит одно из двух. Либо они этого сами не знали, а раз они этого не знали, а это истина, так или нет? Ашариты говорят, что это истина. Но раз это не пришло от сподвижников, одно из двух. Либо сподвижники не знали этой истины, а раз они не знали этой истины, кем они были, значит, джагилями относительно Всевышнего Аллаха, а сами не знали, кому они поклоняются. либо они знали, но не разъяснили этого людям и умолчали об этом то есть одна из самых важных сперр религии, подвижники об этом слова не сказали и не разъяснили об этом людям. Это ложный вывод или нет? Ложные последствия из их махабы или нет? Ложные, понятно или нет? То есть, брат, они от этого никуда не могут уйти либо они признают первое, либо второе либо подвижники были джагелями, либо они были кем? Дурными людьми которые не разъяснили людям истину вместе с тем, что имели на это возможность потому что от них то есть от всех этих перечисленных от пророка, от подвижников, от имамов не пришло даже одной буквы из того, что говорят ашариты и им подобные аннулирующие люди относительно атрибутов Всевышнего Аллаха вместе с тем, что ашариты это называют как истолкование, не называют искажением а называют как толкование ашариты истолкование И отсюда получается, что пророк, а также правители ведомые правильным путем, а также саллифы этой общины, то есть саби'инов и имамы были либо джагелями относительно этих вопросов и не были способны познать эти вопросы, либо были теми, которые были теми, которые истолкование. Плохо поступили со своей общины Это той основой, к которой должны возвращаться люди в своих убеждениях но возвращаться люди но возвращаться люди должны к их разуму который является каким? муцариба путающимся мутанахида противоречащим самому себе то есть, брат, действительно, смотри если я десятерым говорю встань и каждый совершает разные действия но все действия, но не стабильные почему, говорят, твой прямой смысл не имеется в виду имеется в виду что-то другое значит, брат, отсюда неизбежны неизбежны ложные последствия какое получается? что мои слова не несут никакой цены то, что я сказал встань никакой цены этому нет правильно или нет? так как они из них человек не может понять ничего и, значит, основа к чему возвращается, к их разуму каждый возвращает мой приказ к чему? к тому, что он понимает своей головой то же самое здесь раз слова Аллаха, его посланника не имеются в прямом смысле а что под ними подразумевается непонятно и каждый понимает это своей головой отсюда понимается что? что слова Аллаха не несут никакой ценности никакого толпы от них нет так как из них все равно мы прямой путь понять не можем а прямой путь мы можем понять только нашей головой и только нашим разумом понятно или нет? понятно говорит а если что-то противоречит их разуму смотри если что-то противоречит их разуму то они применяют два метода либо такзиб либо объявляют это ложным если смогут найти к этому дорогу либо искажают это и называют это с толкованием если не имеют возможности объявить это ложным то есть смотри в Куране приходят у Аллаха две руки можно ли сказать этого аята в Куране нет и сказать что? этот аят ложный и удалить его и стереть его из Курана нельзя его стереть? так его стереть нельзя значит они что делают? переходят на исполкование говорят здесь имеется в виду не это здесь имеется в виду то понятно или нет? то есть удалить из аятов Курана они не могут поэтому прибегают к какому методу? тахриф к искажению к искажению смысла теперь вопрос а если пришел хадис например Ахад только от одного подвижника в нем говорится что Аллах такой-то или у Аллаха есть какой-то атрибут они начинают что? вместо того чтобы исполковывать аннулируют этот хадис говорят этот хадис Ахад мы его не принимаем в Ахриду поэтому Шея Хусаймин говорит относительно контекстов которые противоречат их разуму они применяют либо танзит либо отвергают этот контекст аят например хадис аят не могут но хадисы могут либо что делают если отвергнуть не могут тогда начинают истолковывать понятно нет? начинают что делать? истолковывать говорит дальше хамисан пятых аннуельзам мину дела нафи маасбета уллай варасули вот смотри это один из самых мощных мощных орудий своих против Ахридов потому что из вашего мазхаба неизбежно вытекает что я могу отрицать то что утверждает Аллах его послами смотри саиукан саулии тааля Всевышний говорит ладжа ароббу и придет твой Господь анна уля я джи ты можешь сказать нет не придет так ведь? то есть так же получается из слов Ахридов так получается Аллах говорит придет твой Господь они говорят нет не придет как так не придет здесь не имеется ввиду придет здесь имеется ввиду что-нибудь другое тихо ли саула алисалям или относительно слов пророка янжилю роббуна или асана и дуния нисходит нас Господь на ближнее небо анна уля янжил мы говорим нет не нисходит так ведь или нет то есть смотри Аллах говорит мои две руки распростерты мы говорим нет Аллах у тебя нет двух рук говорит что и останется лик своего Господа мы говорим не не лик не останется ничего не останется Всевышний Аллах говорит что и тогда откроется голень Всевышнего Аллаха мы говорим что не не никакая голень не останется не раскроется потому что голени нет и тому подобное понятно или нет то есть так получается изменение Ахридов то что я могу явно отрицать то что говорит Аллах Аллах говорит да я говорю нет Аллах говорит нет я говорю да Аллах говорит есть я говорю нету Аллах говорит нету я говорю есть Это нормально или нет? То есть даже относительно человека, такое делать запрещено. Допустим, раб, у него есть хозяин. Хозяин говорит, я высокого роста. Раб говорит, не-не, ты коротышка. Сколько коротышка сказал? Я высокого роста. Нет, говорит, ты коротышка. Или наоборот говорит, что я красивый человек. Он говорит, нет, ты урод. То есть это даже относительно людей является преступлением, является неправильным. А что сказать относительно Всевышнего Аллаха? Говорит, а почему они могут так отрицать? Потому что приписывание, прихода, а также нисхождение ко Всевышнему Аллаху у них в Масабе рассматривается как маджаз. То есть маджаз – переносный смысл. Они говорят, нет, здесь не прямой смысл, здесь переносный смысл. А самый явный признак маджаза у тех, кто придерживается мнения, о возможности маджаза – это то, что ты можешь его отрицать. Например, смотри, ты говоришь, я видел льва, который рубит врагов мечом. Они говорят, это маджаз, это переносный смысл. Это переносный смысл. Потому что ты на самом деле не видел льва, ты не видел животное льва, но ты видел храброго человека, который в своей храбрости подобен льву. Теперь вопрос. А как вы узнали, что это маджаз, это переносный смысл, а не прямой? Они сказали, признак этого, то, что мы это можем отрицать. И сказали, что ты не видел льва, то есть ты не видел настоящего льва, а ты видел того человека, который в своей храбрости подобен льву. Видишь, человек усамин что хочет сказать? Они говорят, аяты, кураны и сунны, в которых приходят атрибуты Всевышнего Аллаха, это переносный смысл, маджаз. А явный признак маджаза, самый главный признак маджаза какой? То, что можно отрицать эти слова. И сказать, нет, на самом деле ты не видел льва, ты видел человека, который в своей храбрости подобен льву. Исходя из этого, получается, раз вы говорите, что слова Аллаха это маджаз, значит, это можно отрицать. И раз Аллах говорит, у Аллаха две руки, ты можешь отрицать и сказать, нет, у Аллаха нет двух рук. А под двумя руками имеется в виду щедрость или могущество. То есть это приводит тебя к чему? К тому, что ты становишься тем, который берет на себя право отрицать то, что утверждает Всевышний Аллах явно. А Аллах говорит, есть, ты говоришь, нет. А Аллах говорит, нет, ты говоришь, есть. И так далее. И у себя напишите то, что это единогласное мнение, единогласное мнение всех тех, которые говорят о том, что маджаз разрешен или маджаз возможен в контекстах Курана и Сунны. Единогласное мнение их в том, что самый главный признак маджаза, то, что его можно отрицать. Говорит, А отрицать то, что утвердил сам Аллах, его посланник, является одной из самых ложных сложностей. И невозможно от этого убежать. То есть они не могут убежать от этого действия. То есть ты можешь их поставить в тупик, и они никуда не могут деться. То есть если вы говорите маджаз, а маджаз у вас это то, что можно отрицать, значит вы берете на себя право отрицать слова Аллаха, и они никуда от этого не могут деться. И они не могут сказать, нет, мы не отрицаем. Как не отрицаете? Раз вы говорите маджаз, значит вы отрицаете. Это по единогласному мнению тех, которые говорят о возможности маджаза. Янну лис и сисия на ядуллю алей. Ладно, это все понятно. Вот эти пять вещей, которые вытекают из этого правила, или из этого, точнее, ложного мазгаба, ясны или нет? Ясны. Субтитры делал DimaTorzok